Здравствуйте, в эфире программа подробностей, и сегодня подробно о заседании Рязанской городской думы говорим, как всегда, вместе с ее председателем, главой муниципального образования в городе Рязань, Андреем Кашаевым. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Большое заседание, порядка 60 вопросов депутаты сегодня рассмотрели в повестке дня, но, наверное, главное, это, конечно же, изменения в бюджет, бюджет пополнился, дополнительные деньги выделены в том числе и на ремонт наших рязанских дорог. Да, совершенно верно. Один из наиболее важных вопросов – это как благоустройство города, так и дорожное хозяйство, поэтому то, что произошло увеличение за счет вышестоящих бюджетов, это около более 290 миллионов рублей было выделено на ремонт наших дорог. Я думаю, что жители оценят этот шаг, потому что очень многое их настроение, скажем так, зависит от качества дорог, и на самом деле те работы, которые были в прошлом году проведены, и работы, которые будут проведены в этом году, жители видят, замечают это все. Самое главное – находятся возможности, и губернатор Рязанской области находит такие возможности, чтобы город все-таки был в хорошем состоянии и осуществлялся ремонт дорог ежегодно. Несмотря на достаточно сложности большие в бюджетстроении, но тем не менее, по рассмотрению на нынешнем заседании, вот эти суммы были включены в бюджет города, соответственно, администрация города поручена реализовать эти средства эффективным образом, чтобы действительно наши дороги, те, которые не ремонтировались десятилетиями, могли быть отремонтированы. И, кстати говоря, что касается самого характера бюджета, то он разнонаправленный, он также носит социальный характер, поскольку очень большая часть средств идет на социальные нужды, в данном случае 25 миллионов – это установка игрового оборудования для физкультурно-спортивных комплексов. И мы заговорили о дорожном хозяйстве, это около 5 миллионов на установку светофорного оборудования, то есть это наша безопасность. Но помещение, на ремонт помещения для врачей общей практики тоже предусмотрены деньги, вопрос с такой вот бородой, что называется. Потому что оказание содействия здравоохранению, несмотря на то, что учреждения здравоохранения перешли в свое время под эгиду Министерства здравоохранения Рязанской области, тем не менее, задача нашего города и властей создать условия для того, чтобы осуществлять развитие врачебной практики в городе Рязани. И администрация выполняет это, соответственно, в те необходимые документы, нормативные акты, которые Дума должна принять, мы, естественно, принимаем без всяких вопросов. Еще один важный вопрос, который сегодня был рассмотрен и принят, положительный вопрос – это утверждение программы развития партнерских отношений города Рязани на 2015 год. В программе прописаны как общие направления развития партнерских отношений, так и совершенно конкретные мероприятия. Я в связи с этим обратил внимание на то, что в прошлом году Рязань побраталась с Брестом, стала побратимом легендарного города в Белоруссии. И у нас очень здорово начали развиваться связи по линии образования. Наша сельхозакадемия с Белорусским аграрным университетом сотрудничает. И по линии предпринимательской, скажем так, торгово-промышленная палата Бреста и Рязани взаимодействуют. И брестские товары продаются в рязанских магазинах и пользуются спросом. Это действительно здорово. Да, Иванович, ну вы уже все и рассказали по сути этой программы. Конечно, программа партнерских отношений, она идет, как вы уже сказали правильно, с учетом тех положительных изменений, которые были в прошлом году в части установления партнерских отношений с городом Брестом. Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы данные партнерские отношения были установлены с другими городами. И отдельным пунктом там есть этот момент, он прописан в этой программе на 2015 год. Тем не менее, качественно задача развить те отношения, которые были установлены даже много-много лет назад. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве Рязанского государственного радиотехнического университета с одним из высших учебных заведений Генуи. И, конечно, такие взаимоотношения, они носят уже качественный характер. Это не просто обмен делегациями, а наша задача сделать так, чтобы этот обмен носил действенный характер. Такой, чтобы польза от этого была как одному, так и второму городу-побратиму. Но я имею в виду, один из них, конечно, это наш город Рязань. Вообще, если рассуждать и посмотреть на аналитику взаимоотношений с городами-побратимами, то те города, которые находятся, скажем так, на пространстве высшего Советского Союза, с ними находить, скажем так, точки соприкосновения экономические, социальные, намного проще. Это обусловлено связями, прежними историческими связями, конечно. И мне кажется, но это мое личное мнение, что надо работать над тем, чтобы устанавливать в будущем связи, причем очень большое внимание этому уделять, связи на постсоветском пространстве, поскольку по Беларуси мы видим очень четко, что товарооборот увеличился, их видят, ярмарки проводятся, в это активно включилась торгово-промышленная палата. Они уже сюда приезжают по линии торгово-промышленной палаты Бреста, минуя власть, по большому счету. То есть условия, которые власть должна была создать, она создает. А вот те общественные, экономические организации, которые в этом заинтересованы, они активно в этом поле работают, знают, что здесь не будет никаких препонов и преград. И этому будет сотрудничество, такому действованию будет открыт зеленый свет. Вот по модели Бреста, на мой взгляд, надо и выстраивать отношения с нашими прежними городами-правотивами, тем, которыми были установлены связи, и новыми. А что касается новых, как я уже сказал, на мой взгляд, надо обращать внимание на города постсоветского пространства. И тем более, что есть еще и таможенный союз, который позволяет это делать, минуя экономические барьеры. Конечно, такая активизация связей, она носит как экономический, так и в целом политический характер. С точки зрения именно дружбы, такого сотрудничества, взаимодействия в различных гуманитарных отраслях. Но как раз в этом случае нам, мне кажется, начать необходимо именно с экономики, как это и происходит с нашей братской Белоруссией. Ну и буквально пару слов о культуре. Очередную мемориальную доску согласовали сегодня депутаты, и детской музыкальной школе присвоили имя замечательного педагога-человека. Пад Грюш Вальп, известный хирург, кардиохирург, который на протяжении десятилетий был учителем для многих поколений сосудистых хирургов. Почетным гражданином нашего города. Почетным гражданином нашего города, совершенно верно. И как раз третья больница, кардиологическая диспансер, которым он проработал много-много лет, инициировал установление памятной мемориальной доски в его честь. Это правильно, таких людей не нужно забывать, нужно узнавать об их практике. Это не только касается врачей, вообще жители Рязани. Жители должны знать своих великих, выдающихся граждан. Что касается присвоения первой нашей музыкальной школе, а это самая известная школа, она находится в самом-самом центре нашего города, самая старая школа, самая, скажем так, звездным составом преподавательским. Она является такой базой, серьезной для развития самых талантливых детей в музыкальном, скажем так, направлении. И Екатерина Давыдовна Аглинцева в свое время, одна из основательниц этой школы, воспитала и народных артистов Советского Союза, известнейших деятелей культуры, как Советского Союза, так и России. И ее вклад, он не вызывает никаких сомнений, общегосударственный такой, скажем, культурный слой. Вот то, что присвоение этого имени, это была большая работа, когда мы проводили год женщин в городе Рязани. Она была одной из таких главных героинь. Ей посвящались вечера, они говорили, узнавали информацию. И, конечно, вот это явилось сегодняшнее решение неким продолжением того года женщин в городе Рязани. И мы очень рады, что такое решение мои коллеги приняли сегодня и присвоили первой нашей школе музыкальной имя одной из ее основательниц Екатерины Давыдовны Аглинцевой. Благодарю вас, Андрей Анатольевич. Спасибо. Андрей Кашаев, глава муниципального образования города Рязань, председателю Рязанской городской думы о наиболее заметных решениях, принятых на сегодняшнем заседании городского парламента. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова